коллеги здравствуйте еще раз сегодня время 12 начинаем наш вебинар сегодняшний вебинар посвящена теме новое поколение программного обеспечения от елинг в 85 про то расскажем мысль я макаев эдуард сергеевич пресел инженер компании тематики и кирилл специалист технической поддержки компания тематики наш вебинар пройдет формате презентации по ходу презентации мы будем останавливаться и демонстрировать некоторые возможности но программного обеспечения на оборудование мы подготовили небольшой шоурум скажем так вот для того чтобы продемонстрировать итак начнем условно мы разделили презентацию на несколько разделов начнем мы с модели которые получили программное обеспечение поговорим о ключевых изменениях и дополнениях существующего функционала которые реализованы в 85 поговорим и расскажем о новых функциях которая дает прошивка и расскажем где это эту прошивку это программное обеспечение получить и какие шаги для этого предпринять первый раздел модели получившие по 85 85 прошивку получила получили модели серии т5 серии и 4 you 3 серии конференц телефоны 960 930w 920 и из второй серии 27g ну здесь бы хотелось бы отметить что 3 по 3 серии будет отдельный вебинар где мы также поговорим о том о том функционале который присутствует в телефонах поэтому здесь мы в рамках этого вебинара третью серию не будем затрагивать поговорим о серии you и о 5 серии и а конференции фона собственно перед вами табличка с перечислением функций и модели телефона в зеленом я попытался выделить наверное самые интересные самые запрашиваемые с вашей стороны со стороны партнеров и со стороны заказчиков функции телефонов и линк вот каждую из них мы разберем более подробно в процессе вебинара ключевые изменения первым ключевым изменением конечно стала расширенная возможность локальных конференций теперь пятая серия телефонов поддерживает аудио конференцию до 10 участников либо комбинированную 7 аудио плюс 3 видео в рамках серии у второй серии конференции телефонов модели поддерживают пятистороннюю конференцию безусловно это ключевой момент теперь с помощью с помощью самих конечных устройств вы сможете собрать небольшую группу конференции для этого вам не нужен не сервер видеоконференции либо аудиоконференции даже не нужны мощности а т.с. в рамках аудиоконференции звонков без проблем до 10 участников мини совещания вы сможете собрать используя телефоны и линк единое по для моделей t53 t53w 54w 57w как вы можете видеть на слайде а раньше для этих моделей было разное по вот это вносило всевозможные трудности как при эксплуатации устройства типы обновления и решение технических проблем сейчас и link выпустил единую прошивку начинается начинающийся с актета 1 это 96 именно для этих моделей 85 прошивки кирилл здесь добавишь да хотелось бы тоже добавить как вы видите по прошивке можно понять вообще какое поколение если посмотреть на второй аптет там 85 из этого следует то что прошивка поколения 85 но на самом деле когда выпускается какая-то прошивка вообще любой софт нормально на что на нем обнаруживается во время эксплуатации какие-то баги и недоработки это нормально это на всем поток и что хотелось бы вообще отметить это нашу работу с бендером с я линком если такие проблемы возникают то в течение обычно 2 3 недели выходит новая версия внутри 85 поколения это мне кажется большое преимущество то есть все недоработки которые не были замечены нами которые возникли во время эксплуатации они очень быстро ремонтируются чиниться и все опять хорошо да еще юрий задал вопрос почему именно 27 телефон получил 85 прошивку но здесь скорее всего и link посчитал что эта модель заслуживает дальнейшего апгрейда в связи с тем что мощности телефона позволяют функционалу по 85 реализоваться на данной модели скорее всего так вот 29 монета 20 по 29 по 85 еще не вышло может в ближайшем будущем выйдет вот так же хотелось бы про единое по сказать да когда это актуально это актуально администратором которые следят за актуальностью прошивок на своем парке телефонов то есть имея одну прошивку достаточно просто обновить весь парк телефонов ну и со стороны со стороны вендора елинка либо айпи матики как уже сказал кирилл скорость доработок по доработке происходит намного проще когда используется когда все весь этот процесс проходит в рамках одного программного обеспечения да еще из плюсов я бы хотел заметить то что фикация она была произведена лично нами поэтому русский язык именно в прошивке очень хороший китайский язык он обычно страдает ну и мы это исправить наконец-то это тоже один большой плюс да дальше из ключевых изменений ускоренное время загрузки на данном слайде вы видите график который показывает сравнение новой 85 прошивки с сравнением с предыдущей 84 прошивка как вы видите как вы видите 85 прошивка позволяет намного быстрее телефоном загружаться в среднем мы считали и смотрели это где-то по рынку если рассматривать всех вендоров всех конкурентов где-то и линк на 30 процентов быстрее позволяет телефону загрузить загрузиться когда это актуально когда к примеру администратор как было уже сказано ранее следить за инфраструктурой следит за парком телефонов ему необходимо в процессе обновления либо в процессе устранения технических неисправностей не обновлять телефон телефон обновляя перезагружается несколько раз и можно в процессе устранения одной неисправности вплоть до там 5 6 7 раз телефон перезагрузить если рассмотреть парк телефонов и там состоящий из 200-400 телефонов то здесь суммарное время всей работы с телефонами достаточно большое и вместо затраченных к примеру там полтора-два часа времени на простой момент когда телефон перезагружается и линк с новой прошивкой на гораздо быстрее на 30 50 процентов времени будет загружаться быстрее то есть простой у вас будет гораздо меньше в районе часа либо полтора поэтому это тоже очень важная характеристика на которой и линк заострил свое вне свое время внимание и реализовал в новой новом по также ключевых изменений эта функция беспроводного подключения здесь мы сейчас вам продемонстрируем и пожалуйста да а в роли демонстрации у нас здесь стоит 58 а вич камера и линк телефон вот в первую очередь хотел бы сказать на прошивке ранее уже было было реализовано подключение через донгл где 10к трубок 53 и 56 h вот и также сейчас сейчас и и линк добавил поддержку 930 w конференц телефона и настольного телефона w41 п вот хотелось бы конечно начать на точнее напомнить вам про режим мастер слэйф при котором мы можем принять звонок на телефонном аппарате станциональном кирилл позвони пожалуйста прошу прощения сейчас тут у нас нету регистрации скорее всего вайфай включен да кстати по поводу этого режима слэйф мод он будет работать только в том случае когда к телефону с помощью 10к подключена только одна трубка то есть если будет подключено больше чем одна то к сожалению этот режим работать не будет ну также из подключения к телефону как-то вообще происходит у вас этот адаптер 10кей он подключается к юсб разъем на телефоне тут ничего сложного в принципе технология по которой подключаются телефон к трубке называется дект поэтому когда вы будете может быть рассматривать такую систему и такое подключение стоит еще задуматься о расположении всех этих устройств как вы знаете на открытом на открытой местности дект поддерживает около 300 метров если это какое-то офисное помещение до до 50 но это все надо проверять на местности отлично вижу то что эдуард зарегистрировал телефон теперь мы покажем как этот слэйф мод собственно и работает да мы звоним со второго устройства берем трубку на функциональном телефоне вот в момент если к примеру нам необходимо быстро убежать с рабочего места но необходимо также разговаривать по телефоне мы на дисплее нажимаем переадресацию и теперь у нас звонок так видно блики звонок переадресуется на трубку мы берем на дек трубки звонок и общаемся и можем переместиться впоследствии к примеру если мы вернулись на рабочее место то мы возвращаем звонок на станциональный телефон то есть это очень удобная функция тоже очень сильно пользуется популярностью вот так же хотелось бы показать как добавляется дополнительное устройство на примере конференц телефона 930 в данном случае мы подключаем к задней панели донгл 10к он у меня так как у меня модуль расширения здесь подключен usb порт на телефоне у меня занят модулем расширения поэтому модуль я подключил модуль я подключил в свободный порт в свободный usb порт модуля расширения вот то есть мы переходим в дек настройки здесь нажимаем регистрация то же самое мы делаем на конференц телефоне зарегистрировать трубку выбираем базу вписываем пин-код по умолчанию он 40 и ждем пару секунд когда зарегистрируется трубка трубка зарегистрирована происходит инициализация то же самое мы видим на самом телефонном аппарате у меня зарегистрировалась трубка 2 как конференц-телефон это подтверждает картинка которая здесь присутствует всего зарегистрировать можно до четырех устройств вот здесь наведи пожалуйста здесь в этом кейсе диди 10 кей работает в двух режимах в первом режиме в режиме когда мы диди 10 кей подключаем к телефонному аппарату 58 а к примеру или 10 кей работает как базовая станция то есть на которую мы можем зарегистрировать до 4 конечных устройств будь то это настольный телефон в виде 41p с тоже 9 10 кей либо это беспроводные трубки 53h 56h либо в том числе и конференц-телефон вот и второй момент как работает диди 10 кей при использовании при подключении его к w41p в данном случае диди 10 кей работает как как трубка вот два вида работы адаптера или 10 кей и link тем самым закрыл разную относительно потребность в различных кейсах когда вам нужна беспроводная трубка пожалуйста выбирайте 53h 56h если вам необходим настольный телефон у коллеги 41p без проводов если вам необходимо зачастую проводить какие-то совещания на которых присутствует там от двух до пяти человек и необходима громкая связь то использование конференц телефоном вот и link этим решением закрывает различные варианты исполнения я еще вижу анатолий задал вопрос да вы когда переводите на трубку вызов ставится на удержание на удержание он до тех пор пока вы этот звонок ступки не снимать а в момент удержания возможно чтобы клиент потенциально слышал на либо музыку либо гудки принципе также большим большой радостью стала поддержка большего количества устройств по bluetooth ранее в прежней прошивке поддерживалось одно устройство сейчас поддержка двух устройств единовременно чуть чуть попозже да мы это покажем вот и второй новостью хорошей стала поддержка телефонов и link спикерфонов 7700 и теперь 900 и тоже достаточно частых достаточно частый вопрос который приходит к нам в компанию когда сделают поддержку спикерфонов с телефонами вот с 85 прошивка теперь это возможно кирилл наведи пожалуйста да сейчас продемонстрируем подключение двух устройств bluetooth переходим в настройки переходим в bluetooth здесь мы как видим у меня спикерфон и link cp 900 и уже подключен то есть сейчас мы чуть позже покажем что происходит в момент звонка и также мы для примеров подключаем гарнитуру нашу ведь и вот так же мы можем подключить к примеру телефон сотовый телефон в данном случае мой подключили и в моменте подключения мы можем синхронизировать контакты с сотового телефона в адресную книгу стационарного телефона но для примера чуть ранее я уже синхронизировал да то есть вот мои контакты которые были на сотовом телефоне теперь они и в станционарном телефоне появились то есть тоже очень удобно переходим bluetooth примеру нам нужен себе 900 то есть спикерфон нам да спикерфон нам голосом сказал о том что connect установлен теперь попрошу кирилла позвонить также этот спикерфон если допустим у вас засоренный эфир в помещении находится и вообще нет возможности включиться по bluetooth его можно тоже подключить к юсби разъему тогда давайте пройдем дальше к этому вернемся еще моменту чтобы показать как работает у нас спикерфон при подключении хотелось бы сказать о том что о том что все кнопки которые есть на спикерфоне а именно это увеличение громкости уменьшение громкости это кнопка принять звонок то есть поднять трубку и отмена звонка все кнопки которые расположены на спикерфоне они работают то есть вы можете принять звонок или совершить или открыть окно ввода номера телефона уже самого спикерфона и также в моменты вторым из вторым устройством использовать смартфон либо bluetooth гарнитуру вот в каких сценариях это этот кейс актуале ну в первую очередь как случае с конференц телефоном спикерфон можно использовать как громкую связь для сотрудников которые собрались и вот то есть это может быть там от трех до пяти человек в случае bluetooth гарнитуры здесь когда вам необходимы свободные руки вы быстро переключились и ведете разговор через гарнитуру со свободными руками теперь поговорим да о новых функциях скажу я пока попробую разобраться ялинг добавили такую функцию называется на smart noise filtering или по-русски это технология умной фильтрации это очень удобно особенно когда во время конференции у кого-то проходят внешние шумы допустим он печатает на клавиатуре работает с мышкой где-то открывается дверь вот и весь этот шум не нужно он поступает в конференцию все его слышат ялинг разработали такую технологию которая этот шум автоматически будет фильтры фильтровать и вы этого слышать не будете также хочется добавить то что телефон ялинг поддерживают такую технологию называется она кустик шилд то есть это такая же ситуация вы включаетесь конференции с кем-то общаетесь на заднем фоне у вас происходят какие-то шумы и вот этот акустик шилд он этим шумом просто не дает выйти из телефона то есть он их фильтрирует заранее очень удобно мы проверяли действительно конференции звук получается очень тихими без лишнего без лишней нагрузки была добавлена функция точка доступа то есть вы теперь с телефонов ялинг т-58 а т-58 авис камеры и vp59 можете раздавать вай фай сеть сеть сама будет работать как и на 24 гигагерц и так и на 5 гигагерцах единственное стоит наверное добавить то что естественно если вы хотите раздавать использовать телефон в качестве точки доступа то его в любом случае надо будет подключать кабелем да то есть давайте мы покажем разобрались на соединение у нас на коммутаторе не настроенный порт был вот поэтому все уже разобрались и сейчас можем показать до примера мы заходим в настройки в данном случае нам необходимо раздать вай фай заходим включая заходим в меню вай фай а.п. здесь мы прописываем такие настройки как имя в данном случае у меня т-58 опять же паспорт пароль по умолчанию поставил и применяем все эти настройки теперь мы заходим к примеру на сотовый появилась сеть с 58 опять же так видно так вот все как мы вы можете наблюдать мой телефон подключился к сети и работает вай фай подключен когда это актуально в таких сценариях как если у вас в в рамках офиса нету вай фая да но мы все имеем сотовые телефоны мы все общаемся по сотовым телефонам в частности может быть какие-то мессенджеры и ищем что-то в интернете и чтобы не тратить скажем так пакет интернета на сим-карте мы можем раздать с телефона вай фай и работать в телефоне также подключить можем через вай фай любые устройства в которых реализован модуль вай фая будь то это какие-то часы ноутбуки компьютеры планшеты то есть любое оборудование да так же в принципе это добавление предыдущей функции если у вас телефон получает сеть по беспроводной сети по вай фай то вы можете эту сеть с помощью телефона передать на компьютер то есть телефон будет делиться беспроводной сетью с компьютером мы сейчас еще уточняем информацию возможно там будет даже на телефоне функция которая называется quality of service или другими словами кос которая будет приоритизировать трафик телефона над компьютером то есть голос видео которое вы будете принимать на телефоне она будет в приоритете отправляться в сеть до смысл этой технологии в том что вы подключаете к телефонный аппарат к вай фая и с помощью патч корда соединяете к примеру ваш компьютер с портом на телефоне с пк и ваш компьютер получает сетку из вай фая это применимо к офисам где к примеру нету скс где нету локальной сети где нету розеток в данном случае без проблем сможете оборудовать интернетом и станционарный компьютер в котором нету модуля вай фай через телефонный аппарат вот либо если вы приходите в какое-то на какое-то рабочее место скажем так в коворкинге где вам необходимо поработать вот пример это какое-то время без проблем поставили станционарный телефонный аппарат поставили компьютер и организовали себе рабочее место да я вижу вопрос от анатолия нет смотрите держите на вай фай нету используются ресурсы сети то есть по факту это получается просто режим моста просто раньше телефоны не могли делиться именно беспроводной сетью а теперь могут раньше они только могли делиться проводной сеть да и вопрос от рустама вай фай постоянно отваливается у данного телефона нет рустам вай фай работает стабильно в этом мы можем предложить вам случае взять на тестирование телефонный аппарат и либо если у вас есть обновить по в конце вебинара мы расскажем где это взять по и самому протестировать работу вай фай вай работает стабильно также был добавлен функционал автопровизион по пин коду мы уже в другом вебинаре рассказывали вообще как автопровизион работает сейчас не будем даваться в подробности вы можете посмотреть это на другом видео зачем вообще это сделано если телефон использует несколько людей не очень удобно пользоваться одними настройками потому что каждый человек настраивает телефон под себя аккаунт какие-то дополнительные кнопки blf и так далее собственно эта функция назначена для того чтобы когда приходит новый человек и садится свой рабочий стол он мог ввести пин код допустим 123 и телефон за будет обращаться за конфигурационным файлом 123.cfg на сервер в этом файле будут храниться все индивидуальные настройки этого человека и все это очень быстро настраивается то есть по факту человек приходит вводит три числа и раз у него на телефоне его индивидуальные настройки потом приходит второй человек вводит другой пин код который ему дал администратор и телефон подстраивается под него в принципе очень удобно ранее было похожий похожий функционал был назывался он hot seat но там было это немного по-другому реализовано там пользователи который новый приходил садился он должен был знать свои данные от с номер пароль и так далее не всегда эти данные можно отдать скажем пользователя поэтому я линк решили ввести вот такой вот новый функционал получается администратор все настройки настраивает выдает этот код пользователей все что делает пользователь это просто сбивает дать данная технология актуальна в компаниях где за рабочим местом не закреплен какой-то единственный сотрудник сотрудники работают по по очереди либо посменно то есть в данном случае им необходимо знать свой пин-код эту функцию можно закрепить на было забыл и в клавишек определенный сотрудник приходит нажимает было в клавишу вводит свой пин-код и телефонный аппарат получает все настройки именно этого сотрудника по по прошествии времени приходит новый сотрудник и делать то же самое но только для себя в рамках своего рабочего времени это очень удобно также допустим если вы в сети не используете какие-то системы мы мониторинга или даже решение от я линка в один пи которая оповещает о каких-то проблемах то сетевых или телефон у вас выключился что-то такое я линк придумали такую функцию если телефон теряет сеть то он начинает по громкой связи оповещать ну сейчас эдуард покажет то есть чтобы пользователь сразу понял что у него потерялась сеть то что телефон у него не работает и сразу сообщить своему системному администратору чтобы не было простое да сейчас у нас телефон зарегистрирован аккаунт горит зелененьким для примера я вынимаю ethernet с телефона телефон у меня питается по адаптеру телефон предупреждает о том что сеть не недоступна и моделирую ситуацию что я не вижу через пять секунд я не знаю слышно нет счет поднесу то есть телефон нас звуковым сигналом уведомляет о том что нету проблемы сеть дальше я обратно тыкаю ethernet моделирую ситуацию как будто у нас потеряла сеть все телефон у нас зарегистрировался когда это актуально и в каких случаях но он у всех компаний на каждом предприятии происходят какие-то нештатные ситуации и в данном случае и link предлагает решение которое позволит быстро реагировать на эти нештатные ситуации и оперативно их решить устранить не всегда администраторы а даже если администраторы и знают о проблеме если они ее быстро быстро они узнали то сотрудники на местах не всегда понимают что происходит почему не работает или почему наоборот работает в данном случае при проблемах с сетью телефон об этом уведомит сотрудник пойдет и задаст вопрос своему администратору почему у меня не работает телефон что мне с ним делать да еще хотелось бы добавить то что это оповещение можно немножко поднастроить под себя вы можете выставить таймер после которого будет срабатывать сигнализация но в данном случае для примера мы выставили достаточно низкий таймер 5 секунд но можно вставлять до 5 минут насколько я помню то есть можно тоже под себя настраивать и конфигурировать также была добавлена возможность подключать телефоны к аналоговой сети тут на самом деле много чего не расскажешь просто теперь появилась возможность доступ допустим если у вас есть телефонная сеть подключить айпи телефоны к ней и телефон будет работать непосредственно по аналоговой линии да когда это актуально в каких сценариях достаточно тоже много приходит к нам запросов по поводу резервирования канала входящих исходящих звонков в данном случае когда у вас пропадает во всей компании интернет либо пропадает регистрация внешнего сипового номера вы можете с помощью cpn10 подключить аналоговую линию напрямую в телефон и тем самым зарезервировать входящую исходящую связь на предприятии либо еще сценарий при котором у вас есть аналоговый номер он есть достаточно давно более там к примеру 20 лет вот нету возможности у оператора перевести его в сип но вы от него не хотите отказываться ввиду того что он разрекламирован ввиду того что он может быть красивый номер вот тем самым вы его сможете сохранить у себя на предприятии и принимать звонки и совершать с него исходящие теперь разговор можно автоматически записывать на ваш сервер который находится у вас в локальной сети притом после записи телефон будет автоматически удалять всю информацию непосредственно себя и тем самым не лишаясь внутренней памяти для этого вам естественно нужен какой-то сервер либо tftp либо http потом вы все эти файлы сможете с него прослушать если у вас возникли вопросы во время беседы с каким-то человеком уточнить узнать да это очень тоже интересное решение она применима в таких ситуациях когда к примеру в организации есть от с до но мы либо не знаем сотрудник имеется ввиду сотрудник не знает либо не уверен так кому можно обратиться чтобы узнать записываются либо разговоры или не записываются у кого можно эту запись взять но у него стоит задача необходимо записать разговор ближайший который будет вот и необходимо эту запись получить тем самым он может в рамках телефонового аппарата этот разговор единично записать скинуть себе на флешку и использовать дальнейшей работе не беспокоя администратора и целом отдел там к примеру технической поддержки своей компании добавлена функция поддержки android и google контакт как уже ранее показывал эдуард в принципе свои контакты с телефона можно загрузить на телефон с помощью bluetooth но не все телефоны поддерживают bluetooth поэтому ялинг добавили такую функцию что вы можете выгрузить свои контакты с мобильного телефона загрузить их в google почту и из этой google почты уже непосредственно загрузить на телефон по сети то же самое это работает и с андроидом что для этого надо вам для этого надо установить приложение от google такие как play market и так далее в принципе как установить приложение мы тоже рассказывали на уже предыдущем вебинаре после того как вы эти положения установите все что вам нужно будет это зайти в веб-интерфейс установить ссылку и все контакты автоматически синхронизируются как с google почты так из android приложения для android приложения еще надо знать его айди ну это еще раз да удобно когда у вас допустим телефон не поддерживает bluetooth а контакты все-таки хочется перенести есть вот такая вот возможность добавлены новые языки арабский чешский и иврит да это актуально когда к примеру компания рабу работает не только по россии но еще и за границей в европе или предлагает использование дополнительных языков помимо русского английского арабский чешский и иврит хотел бы отметить что на этих языках не только веб-интерфейс телефонного аппарата но и также интерфейс самого телефона меняется то есть поддержка языковая она стопроцентная в рамках продуктов елинг теперь телефоны используют для входа к веб для подключения блок-интерфейсу протокол https раньше это был обычный http в принципе никто не запрещает пользоваться http ну просто по стандарту ради безопасности елинг решили сделать стандартный протокол https скачать плану перед этим разделом мы обещали вам показать как работает спикер фонда сейчас попрошу кирилла навести чтобы продемонстрировать момент звонка то есть у нас входящий звонок звонит телефонный аппарат и как вы можете слышать у нас звонит сам спикер фон он также визуально мигает то есть вы можете как звонок наблюдать визуально такие слышать его и работают кнопки мы можем принять звонок принять звонок по кнопкам все у меня пошел разговор мы можем увеличить громкость либо можем уменьшить громкость вот отключить микрофон вообще если он не нужен включить обратно и сбросить звонок то есть все кнопки на спикер фоне они взаимодействуют с телефонным аппаратом так и так перейдем к последнему разделу нашего вебинара скачать по как и где вы можете получить программное обеспечение в 85 мы сделали сайт называется он в 85 . тематика . ru просим вас туда заходить вот и собственно само по вы можете получить в три шага первое это зайти на наш сайт естественно в 85 . тематика . ru второе нажать на кнопку скачать и заполнить форму с вашими данными фамилия имя отчества номер телефона название компании ориентировочно какие модели используете и третий шаг это собственно выбрать из представленных моделей из представленных моделей то по которое вам необходимо вот для чего нам ваши данные которые мы запрашиваем но в первую очередь мы чтобы тоже понимали какой парк и кто вы что вы какая компания и какой парк телефонов в основе своей закреплены за вами либо и используются вот достаточно легкие три шага для того чтобы получить это по также можете писать нам на пресейл мы поделимся ссылка на этот сайт вот либо техническую поддержку я еще и же александр задает вопрос нет 85 обновление на 85 прошивку конечно не лишит вас гарантии наоборот мы советуем обновляться смотреть и использовать новые функции будет ли это оборудование представлена остеркомф так но здесь скорее всего да в зависимости от того чему мы посвятим остеркомфу какому направлению своей деятельности вот при условии использования телефонных аппаратов и телефонных решений то да конечно мы в рамках телефонии организуем дэмором самыми последними новинками вот хотелось бы сказать что 85 прошивка будет там обязательно вот также пользуясь случаем хотелось бы отметить что мы проводили этот вебинар в нашем шоуруме вот связи с этим приглашаем вас ваших заказчиков к нам шоурум шоурум где представлена и пятая серия ее серия и анонсированная недавно третья серия телефонов и линк с уже 85 прошивкой мы можем в рамках телефонных решений показать вам готовые кейсы такие как использование спикерфонов а использование трубок гарнитур всевозможные звонки на домофон открытие домофона и так далее и также можем подготовить какой-то ваш индивидуальный проект к показу в шоуруме вот то есть единственное при заполнении форме укажите что конкретно вы хотите увидеть и продемонстрировать заказчику в этом мы сможем вам помочь все спасибо вам большое за уделенное время надеюсь вебинар был вам полезен прошу звонить писать на прицел также вы можете видеть наши персональные контакты вот если появятся какие-то вопросы обращайтесь всем спасибо спасибо